Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 80-м уроке видеокурса уникальные виджеты Adobe Muse. В этом уроке ну просто очень крутой виджет. Аналогов я еще не встречал. Мы имеем несколько изображений. Видно за этим изображением, вон там внизу, что есть еще изображение. И посмотрите, каким интересным образом это переключается. Я просто могу зацепить мышкой левой. Во-первых, я могу вот так вот оттягивать. И если я слишком сильно оттяну, изображение автоматически исчезает. И появляется изображение, которое находилось под ним. Причем это можно делать в разные стороны. Можно просто мышкой небрежно вот так махать. И изображения переключаются. Очень крутой эффект. Максимум до 6 изображений можно загрузить. Но это только одна папка. А рядышком вы можете неограниченно вот таких папок сделать. Просто дублирая виджет и заменяя там изображение. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, можно загрузить до 6 изображений. И смотрите, первые настройки это высота и ширина. Это высота вот именно этой белой области вокруг изображения. Вот обратите внимание. Здесь прямо в режиме холста мы можем видеть белую область. Это вот как раз граница. Но в принципе пока убирать я не буду. Вы если что уберете, если вам это будет нужно. Уменьшите или увеличите эти размеры. Смотрите, вот эта как раз подложка белая цвета. Она вот у нас. Белый цвет. Можете поменять на свой. И дальше у нас идут 6 изображений. Максимально в каждую папку можно загрузить. И здесь сделано интересно. Если у вас меньше изображений, то вы можете отключить изображение. Вот здесь вот под изображением. Есть такая ссылка. И выбрать Hide. Значит скрыть. Значит это изображение, то есть его вот эта подложка, она не будет показана. То есть вы можете загрузить меньшее количество изображений. Вот. И как у нас устроено. Значит для первого изображения вот скрыть. Hide. Мы конечно скрывать не будем. Под ним ссылка добавить изображение. Давайте добавим изображение. Я добавлю свое подготовленное изображение. То же самое проделываем. Кстати, под нашей картиночкой есть описание. Можете здесь написать что-то свое. Я напишу демо. Да. И кстати желательно, даже я настоятельно рекомендую, все изображения у вас должны быть одного размера. Обязательно одного размера. По ширине, по высоте на фотошопе подготовьте. Иначе будут проблемы. Одно изображение будет например вытянуто, другое как-то уже. Сейчас не смотрите то, что у нас это выглядит не очень хорошо. Мы это поправим сейчас очень легко. Сначала загрузим изображение. Вот смотрите, image 2. Кликаем по ссылке, загружаем второе изображение. Для второго изображения пишите здесь свой текст. И так далее. Сейчас я ставлю на паузу, загружу все изображения. И вы тоже загрузите свои изображения. И так, я загрузил все изображения. И давайте посмотрим, что у нас здесь остается из настроек. Смотрите, font family это для всех, для всего текста. Вот внизу под изображением есть текст. Для него, для всего шрифт выбирается здесь. Также для него размер этого шрифта выбирается здесь. Цвет этого шрифта. Можете выбрать свой. Дальше normal и вот здесь вот и bold. То есть это текст нормальный или bold. Это жирный. И дальше остается у нас две опции. Это вот dragging. Как раз вот перетаскивание. Знаете, то есть вот это минимальное и максимальное. То есть расстояние, насколько можно мышкой оттянуть, переместить, прежде чем картинка сменится другой. В принципе, можно оставить здесь как есть. Вот все настройки. И давайте продолжим работу. После всех манипуляций у нас происходит вот такое. Вот видите, да? Изображение просто растянуто. Вы просто за маркирочки здесь убавляете, пока не будет изображение приемлемым. Убавляете даже вот больше положенного. Виджет все равно немножко так растягивает. Вот в эту сторону тоже. Вот и смотрите, как смотрится, да? Смотрим здесь, если здесь более-менее. Теперь мы смотрим в браузере. Вот, вроде смотрится нормально. Изображение не искажено. И у нас, в принципе, все с вами работает. Единственное, у нас не видно текст демо под изображением. Это потому, что цвет я выставил здесь такой же темно-зеленый. Вот сейчас у нас будет все видно. После каждой манипуляции у нас обновляется виджет и сбрасывается вот размер. В этот раз все хорошо. Если опять изображение будет вытянуто, вы опять маркирочками подгоните. Вот сейчас видно, да? Что здесь и что здесь. Изображение вытянуто. Сейчас видно у нас текст демо под изображениями. И опять же можно просто за маркирочек вот так вот побольше утянуть. Сейчас он обновится и немножко сбросится. То есть немножко будет шире. Вот. Смотрим сейчас. Вот, в принципе, более-менее, да? Даже я сказал бы нормально. Итак, вот он виджет. Вообще супер-мега виджет. Обязательно используйте на своих сайтах. Используйте на сайтах ваших заказчиков. На этом здесь все. И увидимся с вами в следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok